В Казахстане, я должен сказать, очень прогрессивная религиозная политика. Вы религовед, исследователь религиозности людей. Там представление о конце света, эсхатологии и так далее. Это как бы вот опрокинутая такая концепция в нашу жизнь, представление о современном мире. Обычно социологи-религиоведы не употребляют слова «сектов». Зачем оскорблять людей? И радикальные идеи тоже могут увлекать. И 20 лет назад, когда мы ездили по разным республикам и брали интервью, конечно, такого вообще не было. Все были более запуганы. И это повышает роль религии, которая должна осознавать свою ответственность за вот это миротворчество, которое необходимо обществу и государству. Роман, добрый вечер в Алма-Ате. Очень приятно вас приветствовать на канале Дергачев Инсайт. Пожалуйста, немножко расскажите о том, зачем, почему и как вы здесь. Приветствую вас, Вадим. Огромное спасибо, что пригласили. Это большая честь и очень интересно с вами пообщаться. Я нахожусь в Алма-Ате на таком специальном форуме, который посвящен развитию общественной сферы третьего сектора некоммерческих организаций. Я здесь в качестве ученого, эксперта, я социолог, политолог и работаю в Институте Европы Российской Академии Наук, где я заместитель директора института и, кроме того, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества. Соответственно, у меня несколько ипостасей и социологическая, поскольку я такой полевик-социолог, то есть я проводил конкретные полевые исследования в разных регионах России, на Украине и в том числе в некоторых республиках на постсоветском пространстве. Вы религовед, исследователь религиозности людей, и как это определить? То есть чем вы занимаетесь как религовед? В научном таком академическом смысле есть такая дисциплина религиоведения, в рамках которой есть и философия религии, история религии и также социология. Ну вот в рамках вот этого подразделения я больше социолог, поскольку я конкретно проводил исследования, встречался, брал интервью у разных общественных религиозных деятелей, представителей интеллигенции, в том числе представителей власти в разных регионах, ну прежде всего России. Ну вот в некоторых республиках и государствах я тоже бывал и тоже, как правило, беру интервью, в том числе в Казахстане. Вот скажем, насколько, ну знаете, как это, как по Хармсу, да, то есть у него там была такая миниатюра, когда он говорил, вот спрашивать человека, верует ли он в Бога, все равно, что видеть, как я положил в карман 200 рублей и пытаться занять у меня 50, то есть вы лишаете меня возможности просто изящно вам отказать. Вот примерно так же с вопросом, веруете ли вы в Бога. А вот вы, когда вы занимаетесь вот этим, скажем, явлением, да, то есть верой, религиозностью во всех ее аспектах, а где в этом вы, как личность, вы на какой стороне, вы это рассматриваете как с идеалистических позиций, либо нет? Это хороший вопрос, потому что достаточно такой сложный, но для меня вера и принадлежность к какой-либо церкви, я сам православный, она не мешает работе и не мешает исследованию. А помогает? Да, помогает, но в чем-то мешает, в чем-то помогает. Вот я объясню. В начале нашей работы мы в проект социологически большой приглашали самых разных людей, и в том числе таких очень верующих, таких фанатично верующих и преданных, что называется, вот церкви. И для них было большой проблемой, как писать и как брать интервью, задавать неудобные вопросы представителям духовенства, как писать о каких-то скандалах, конфликтах, которые происходят в церковной среде. Ну, я, как выпускник эстфак МГУ, довольно быстро в себе это переборол. И, в общем-то, у меня спала вот некоторая такая идеалистическая пелена, которая у меня была, когда я только стал верующим. Конечно, произошло некоторое такое развенчание, можно сказать, мифов, но при этом все-таки от веры я не отказался. Ну, для некоторых это было кризисом. У нас один из сотрудников, к примеру, занимался славянским язычеством и сам стал язычником. Такое тоже, в общем, бывает. Но помогает в смысле того, что ты относишься с большим уважением ко всему, что ты слышишь, что бы ты ни слышал. Потому что иногда приходится общаться, ну, не приходится, это иногда очень интересно и действительно увлекательно, с представителями разных новых религиозных течений, с новыми пророками, с людьми, которые себя считают богами. Ну, например, Церковь Последнего Завета и Виссариона, которые тоже достаточно известны в России. Или с пророком Божьей Матери, Церковь Божьей Матери Преображающейся, которая тоже в 90-е годы особенно была популярна. С язычниками, опять же, которые по-своему тоже трактуют и критикуют христианство. Так что здесь надо относиться с уважением. И верующий человек все-таки знает, что за каждым словом, даже если оно звучит достаточно абсурдно с точки зрения светского человека, все-таки есть определенная мистическая основа. А здесь вам уже удалось побеседовать с кем-то из, скажем так, тех, кого вы изучаете. То есть, можете немножко приоткрыть, да? То есть, какие-то интервью вы уже провели, кого-то вы нашли, с кем-то пообщались в Казахстане, в Алма-Ате, несмотря на короткое пребывание. У меня есть вот такая своя история исследования в Казахстане, поскольку 10 лет назад я здесь также принимал участие в разных конференциях и встречался и с протестантами, с католиками, с мусульманами и с православными. Сейчас у меня, конечно, было достаточно мало времени для каких-либо встреч, но я выбрал встречу с другом из Фейсбука, то есть развиртуализировались, что называется. Это я встретился с отцом Александром Суворовым, это ключарь, фактически настоятель Вознесенского собора в Алма-Ате. Он у меня в друзьях в Фейсбуке, я постоянно читаю его посты, вон мои посты, там иногда комментируем друг друга. И была очень такая интересная душевная встреча, часа три мы с ним пробеседовали, о его представлении о роли церкви в обществе. Я как социолог задавал там массу вопросов о политике, культуре, о том, как существует митрополия, о национальной миссии, то есть все самые такие острые вопросы. И у меня сложилось впечатление, что здесь вот церковь, не только православная, это касается и других религий и конфессий, развивается достаточно так динамично, свободно. И сейчас как бы есть две таких тенденции, которые надо отметить. Это появление молодого поколения, это смена поколений духовенства, которые становятся более таким смелым, в чем-то наглым, свободолюбивым. И 20 лет назад, когда мы ездили по разным республикам и брали интервью, конечно, такого вообще не было. Все были более запуганы, так скажем. И второе – это активизация именно социальных проектов, социального служения. Что раньше тоже как бы считалось, что ну зачем это, это вроде не дело там церкви, надо заниматься какой-то своей такой работой внутренней. А сейчас нет, все проекты, они как бы повернуты вовне. И здесь просто еще один друг из Фейсбука, с которым я, к сожалению, так вот лично не увиделся, это иеромонах Дмитрий Першин. Он занимается в Алматы молодежным служением. И как раз у Арминашева интервью он играл в баскетбол с какой-то молодежью. Он человек, который был достаточно известен в Москве и был за свою как раз такую активную политическую позицию сослан из Москвы в Алматы. Ну поскольку он подписывал разные письма в поддержку протестующих по… А кем он был сослан? Церковным руководством, естественно. Потрясающе. Так что тут разные бывают ситуации, проблемные, конфликтные. И социологу приходится, конечно, в рамках нашей этики все корректно, без оскорблений религиозных чувств, но все равно об этом писать. Тем более, что когда это становится таким фактором общественного мнения, тогда все-таки об этом нельзя не написать. Роман, вот у нас есть, скажем, со стороны государства, у нас есть такая вполне выраженная позиция, что существуют традиционные религии, которые поддерживаются государством. Причем поддерживаются, ну вот, ислам и православие в Казахстане поддерживаются на официальном уровне. То есть есть праздничные дни, да, то есть которые государство выделяет. А вот и есть так называемые нетрадиционные религии, которые государство не только не поддерживает, но очень к ним настороженно относится. И есть у них прям такая, ну, отстраненность, так мягко скажем. Вообще говоря, вот что современная социология, религоведение говорит по этому поводу, вот по поводу такого жесткого размежевания. Почему я про это спрашиваю? Потому что, ну, есть, скажем так, вполне понятный страх, выраженный страх, с которым мы все считаемся радикального исламизма, да, то есть которому государство активно противостоит на уровне даже силовых структур. Но есть, скажем, вполне безобидные другие конфессии, которые, тем не менее, тоже подпадают под определение нетрадиционных и которым часто достаточно сложно даже зарегистрироваться. Ну, как правило, людям всегда как-то боязно встреча с неизвестным. Поэтому я думаю, что все конфессии, которые не являются такими традиционными историческими, которые непривычно, они вызывают некоторый такой страх. Вот все новые движения вызывают страх. И возникает вот эта сектофобия. Ну, обычно социологи-религиоведы не употребляют слово «секта», потому что секта может оказаться просто очень интересное религиозное явление, о котором можно написать статью. Поэтому как-то, ну, зачем оскорблять людей, то, что называется. А вот эта концепция традиционной религии, она себя уже изжила. И постепенно от нее как бы и местная власть, и региональная власть, по крайней мере, в России, начинают отказываться. Поскольку есть исторически укорененные, это более широкий такой состав, вот, религиозный. Потому что в него могут попасть католики или это ранее баптисты. Например, некоторые пятидесятники. Это уже более широкий состав, чем православие, ислам, иудаизм, буддизм. Ну, вот в России, да. Поэтому здесь этот состав постоянно расширяется. В Казахстане, я должен сказать, очень прогрессивная религиозная политика. Ну, во-первых, есть и такой аналог Совета по делам религий, которые активно занимаются религиозной жизнью. Есть и зарегистрированы там многие конфессии, которые в России считаются экстремистскими, ну, типа свидетелей Иеговы. И проводятся на уровне Акиматов. Там тоже есть свои специалисты, уполномоченные по религиозным организациям. Есть вполне официальные должности в Акимате. Да, это как раз официальные должности. А в России это все исчезло. То есть это было где-то в начале 2000-х годов. По инерции советского времени еще были старые советские уполномоченные. В общем, люди довольно терпимые ко всему. Они все повидали, они все знают. И как специалисты они со всеми поддерживали отношения. Сейчас часто вообще никого нет. И политики никакой не проводятся. Что, в общем, довольно плохо сказывается на диалоге государства с общественной сферой и с религиозной в том числе. И на диалоге между самими религиями, которые часто не знают, кто они, где, как они существуют и так далее. Поэтому здесь Казахстан показывает пример в том числе и проведение форумов мировых религий. И деятельность, очень позитивная деятельность Центра Назарбаева по развитию межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В нем участвуют в форумах мировых религий, участвуют и представители российских религиозных общественных организаций, и ученые. Но я пока ни разу не участвовал. Но просто я знаю, что вот эта площадка, она уникальна. Поэтому Казахстан в одном отношении впереди планеты всей. Ну, по крайней мере, судя по всему, впереди России. Ну, учитывая нашу политику довольно такую, как бы контролирующую, то есть она завязана на контроль, и пока жесткий контроль. То, конечно, прогрессивную, да. Вы, ну, так условно говоря, вглядываетесь в идеальное, да, но вы вглядываетесь в идеальное, на которое смотрят другие люди, да. То есть вы вглядываетесь в людей, которые обращены к идеальному. Да, то есть вот эта практика, в которой вы пребываете, и эта вот сосредоточенность на изучении, вот, скажем, этого света, да, то есть света, божественного света, идеального света в людях, да, то есть она на вас отражается, то есть она сказывается на вашей жизни, да, то есть она каким-то образом вообще формирует ваши, скажем, поступки. То есть как это вообще соотносится с вашей жизнью постоянной, ну, обычной? Ну, обычно, обычно производят впечатление, когда ты видишь, что какой-то человек, вот, религиозный, он действительно совершает подвиг. Вот так и несколько было таких случаев, ну, вот, к примеру, это были удивительные встречи. Там был такой священник, вот, которого уже нет на свете, отец Павла Дальгейм в Пскове, достаточно известного священника, с рыцарскими корнями, которого преследовали в советский период, ему там, вот, перерезало ногу в лагере, то есть он еще священник без ноги был, и у него не сложились отношения с церковным руководством, в общем, это была трагическая такая история, но действительно подвижненькая, вот, от него веяло просто, как говорят, святостью, вот такой. И, в общем, менее трагичная история, но тоже подвижненькая, это католический священник, который создавал, значит, общину католиков с нуля в Магадане, и там же построил храм в Магадане, там тоже, в общем, очень интересная история, как он собирал католиков с польскими корнями, но, как обычно бывает с католиками, в 90-е годы и тут точно они собирали людей с польскими, литовскими, белорусскими корнями, ну, а сейчас, в общем, это в основном такие, как бы, ну, русские общины, из русской интеллигенции, студенчества и так далее. То есть вот такие примеры, они действительно оказывают большое влияние. Очень тонкое замечание по поводу людей с идеалами, потому что первоначально, когда я начинал вот эту социологическую работу, то каждый раз, когда задаешь какие-то вопросы, приходишь на интервью, то пастор, священник или епископ начинает тебя обращать, начинает вот тебя рассказывать, Библию там с самого начала и просвещать тебя. Но по мере приобретения опыта и когда в тебе человек видит специалиста, конечно, вот это отношение меняется. И искусство социолога состоит в том, чтобы из человека, который рассказывает о своих идеалах, достать что-то такое уникальное. То есть как его идеалы соотносятся и отражают окружающую жизнь. Потому что, как говорят там философы религии и социологи, там каждая религиозная концепция, там представление о конце света, эсхатологии и так далее, это как бы вот опрокинутая такая концепция в нашу жизнь, представление о современном мире, о конкретных проблемах, которые беспокоят человека, только как бы в религиозной оболочке. Роман, с верой жить проще или тяжелее? В целом, я бы сказал, что, конечно, тяжелее, потому что больше требований к себе, к окружающему миру, сразу возникает как бы такая многогранность. То есть есть запрос к себе, есть определенные правила, по которым там нужно жить, и сразу возникают вот эти требования к окружающим. Но именно это формирует из людей верующих очень активных граждан. И это как раз тоже один из современных трендов на такую, как у нас говорят, это повышение роли религиозного фактора в политике, в том числе и в международных отношениях и в преодолении разного рода конфликтов. То, о чем там говорят на самых разных форумах и в организации объединенных наций, как верующие могут преодолевать вот эту радикализацию, экстремизм и быть медиаторами разного рода конфликтов. Все-таки сейчас, с моей точки зрения, произошел определенный перелом. Если раньше западные политики вообще боялись говорить о религии, чтобы их не обвинение в том, что они пристрастны, там кому-то дает предпочтение, то сейчас произошло вот такое признание религии и стремление привлечь, что ли, ее на свою сторону. Просто если раньше боялись обсуждать радикализацию на религиозной почве, и, как правило, и религиозные лидеры, и политики говорили о том, что если это экстремист или террорист, то он уже не относится ни к какой религии, это вне религии, то сейчас, в общем, ситуация более сложная, есть признание более сложной ситуации, что действительно и радикальные идеи тоже могут увлекать. И это повышает роль религии, которая должна, что ли, более тщательно проводить работу с верующими и действительно осознавать свою ответственность за вот это миротворчество, которое необходимо обществу и государству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok